Всех приветствую! Сегодня наше видео должно вселить оптимизм тех людей, у которых недостаточно возможности, недостаточно средств покупать себе дорогие колоды Таро, да, или Ленорман. Ну, на самом деле, сейчас вот посмотришь, да, по интернет-сайтам, либо просто в магазинчиках, в лавочках, в магазинчиках, у кого где что, да. Ну, цены не дешевые, мягко говоря. Особенно, если человек живет в небольшом городе, для него отдать 100, 200, 300 гривен за колоду может быть дороговато. Так вот, для таких людей специально я хочу их взор направить на обычные колоды. Вот такие вот, 36, вот, допустим, такая, Мадагаскар, карты игральны. Или вот такая, Дикие животные, тоже 36, с таким вот бэмбиком, олененочком милым. Еще у меня дома есть колода Маша и Медведь, Лунтик, то есть их очень и очень и очень много. В принципе, они заточены изначально как обычная коллекционная игральная колода для деток, ну, для игры в дурака. Но, что я вам хочу сказать. Первая моя колода, у меня, к сожалению, особо нет, Маша и Медведь. Я по ней проделала со своим мужем работу. И там довольно занятно получаются линейки карт. То есть сюжет от одной к другой карте, он повторяется, он обогащается и видно, что он логически выстроен. Конечно, это не Таро совсем, но как оракул очень даже. Плюс можно использовать здорово игральные значения, если вы работали с колодой обычной 36 карт. Ну, давайте пока я вам покажу Дикие животные карту. Ну, вот здесь вот такой вот милый ёжик. Вот такой вот горный козёл. Вот такая вот утка-мандаринка. Попугай. Такой вот ещё ёжик. Значит, первый был не ёжик, а кто-то другой. Если вы обознали, кто вот этот такой, вы мне обязательно напишите. Хорошо, потому что я в биологии не особо сильна в животных. Ну, есть, конечно, животные, которые сразу мы понимаем, кто это. Да, вот это вот кошка. Это маленький крольчоночек. Леопард спит. То есть, ну, вы поняли меня, разные-разные животные. Тигрёнок. Панда. Сова. Игуана. Какая красивая игуана. Я таких не видела никогда. Ой, это тоже какое-то непонятно. Суслик, не суслик. Ушки не похожи, как у суслика. Интересное животное. В общем, животных здесь 36, как вы поняли. И белки, и семейство медвежат, медведи и лисица. И, в принципе, целый зоопарк. Что с этими картами нужно делать? Что вообще, какие виды раскладов им под силу? Вот на эту тему я хотела с вами сегодня поговорить. Это брондук с полосочками, чипы Дейл, вот эти вот. Так, это у нас барсук, обезьяны, львица. Ещё птичка непонятная. Ну, тут, конечно, нужно некоторых узнавать. Кабанчик, вот такой вот молодой. А это полевая мышь, наверное. Львёнок. Дятел. Слон. Ну, и бегемот. Какие вопросы, и как вообще, что с него можно выжать? С такой вот колодки, да, которая стоит в Кёрстке Союз Печати 3-4 гривны. Ну, некоторых 5 гривен, кто любит заработать. Ну, во-первых, характеристика человека. Мы должны понимать, что если нам выпал бегемот, или слон, или, допустим, кого-нибудь сейчас я ещё найду такого. Сейчас найдём, 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 найдём. Кого-нибудь такого вот ленивого и важного. Сейчас найдём. Ну, вот, наверное, всё-таки кабана ещё. Ну, молоденький он, но всё-таки. То есть, человек неповоротливый, неспешащий. Человек, который будет идти к своему медленно, верно, упорно, которого так просто, пока он сам не захочет, ты его не сдвинешь. Ну, вот такой, как вариант, такая трактовочка. Это один момент. Второй момент. Мы можем определять осторожных животных. Вот тех, которые очень пугливые животные. Вот, допустим, тот же заяц, да? Или же, например, птицы, которые очень можно быстро испугнуть, да? Вот она может в любой момент улететь птицей. Особенно, если их несколько выпало. Или вот такой вот красивый рогатый олень. То есть, мне не надо говорить, что это означает, если такой олень выпал, допустим, на вопросы верность мужа, да? Или жены. Особенно, если дополнительные карты будут, например, вот такие. Там, где две обезьяны сидят. Также мы можем включать и игральное значение карт. Если вы им пользуетесь. Что еще, какие интересные аспекты можно здесь выжать? Психологический характер человека понятно. Вот об этом мы уже говорили. Время, год, да. Направление север, юг, восток, запад. То есть, мы должны понимать, что если нам выпали, вот, например, леопард, епард. Там, я не знаю, что ли, лев. То есть, вот семейство кошачьих. Что, во-первых, тепло. Африка, это один момент. Второй момент, если помимо погоды, это тепло, это жара, это юг. Соответственно, у нас должны быть животные, которые нам будут говорить о севере. Нам их тоже нужно сейчас найти. Вот, например, медведи могут ловить по севере, вполне. Тот же, ну, то есть, север, зима, вот холод. То есть, даже просто можно по изображению отобрать картинки, которые будут указывать. Холод, тепло, весна, лето. То есть, все эти вещи нужно обязательно закладывать. Если вы заранее с оракулом не договоритесь с картами, что они означают, вы не поймёте, когда они упадут. Поэтому нужно заранее закладывать в них, да. Чтобы вам было удобно. И как вам было удобно с вами работать и общаться. Ну, это, наверное, похоже на иностранный язык, я уже об этом говорила, да. То есть, вы закладываете, проектируете его под себя. Каждое слово, каждая буква, именно от вас зависит, что она будет означать, да. Ну, к примеру, вот возьмём, допустим, лесу, карту. Она есть и в Ленорман, она есть везде. Вот выпала такая вам леса, ну, допустим. И от вас уже будет зависеть, что она означает. То ли это вы ухватите что-то, жирный кусок свой, да, пронюхаете. То ли же эта леса вас облапошит и обведёт вокруг пальца. Ну, конечно, нужно дополнительные карты брать. Допустим, если выпадет вот такая мышка, которая ухватила мышка или хомячок, или кто-то с урожаем. Видите, она вот тут сноб такой ухватила, и во рту его держит, не отпускает. То есть, понятно, что это вы с чем-то, с каким-то результатом, да, с каким-то приобретением. Вот. Ну, а если вы видите животное грустное, которое без никакого, в лапках ничего не держит, никакого результата, то, конечно же, леса это явно не вы. Вот. Что ещё? Ну, вот, допустим, ещё хамелеон есть. Тоже интересно. Тоже понятно, какой характер человека. Особенно, если с лесой выпадет. Вот здесь вообще всё понятно и прекрасно, даже без моих пояснений. Вот. Что ещё интересного эта колода нам может дать? Ну, помимо того, что характер человека, ещё его можно использовать как совет. вот просто совет-карт. То есть, мы берём колоду, мешаем её. Вот я сейчас потасую и спрошу, какой мне для себя использовать совет. Так. Вот на сегодняшний день. Вот каких вот качеств мне не достаёт у одного из этих животных, какой мне необходимый. Итак. Смотрим. Ну, здесь у нас енот. Енот-полоскун. Они, в принципе, животные довольно-таки чистоплотные считаются. То есть, во-первых, мне необходимо принять некоторые процедуры по своей внешности, да, по уходу за собой, плюс, возможно, избавиться от некой лени, да, потому что я сегодня, допустим, большую часть времени провела в пассивном отдыхе, никуда не ходила, ничем активно не занималась, да. Вот, то есть, здесь совет цепляться за что-то, хватка и преодолевать. То есть, не провисать, не нужно делать паузы. И плюс, какие-то уходовые процедуры, связанные с водой, возможно, всевозможные, да, ну, помоется, как совет, это чересчерманально. Вот, ну и так далее. То есть, вот такая вот колода. Может быть, где-то наивная, может быть, где-то детская, но мне она нравится. И рубашка у нее довольно-таки взрослая. Вот такая вот типичная атласная рубашечка. Хороший небольшой размер, так что рекомендую. И, что интересно, здесь внутри тоже такая же атласная идет поверхность, как и снаружи. Так, всю эту колоду я прячу, показывая вторую колоду. Вот такой вот Мадагаскар. Ну, у кого есть детки, знают прекрасных всех героев этой колоды. Так, значит, что в ней интересного можно посмотреть? Ну, они в основном здесь, эта колода, скажем так, Я считаю, что колода санвиников, холериков очень эмоциональная, очень насыщенная. То есть, не тихая, а вот она очень яркая. Очень будет показывать хорошо диапазон эмоций. В чем именно радость, да? Вот колода непосредственности, радости какой-то, да? Чего-то такого праздника, атмосферы, да? Ну, я далеко ходить не буду, я провела на себе, естественно. Я опробую новые колоды всегда, потому что так сразу нельзя. На клиентах нужно опробовать их на себе, смотреть, что они показывают, как они показывают. И потом уже можно из этого делать вывод. У меня была ситуация. Мне порекомендовали стоматолога. Я решила уже, когда я ехала в машине, посмотреть, собственно. А какой вообще это врач? То есть, я слышала ее голос, познакомилась с ней по телефону, знала ее имя, отчество. И вот какие мне колода дала карты. Какие вообще у меня будут впечатления о ней. И я хорошо вот запомнила, что у меня вот выпала карта, вот эта. Пиковая десятка. Я еще тогда подумала, ну блин, пиковая десятка, она же десятка мечей. И как бы, в принципе, пиковая масть на ней всегда хороша, да. Тем более, вы видите, какие у них эмоции. Они просто в шоке. Просто в шоке. Плюс еще и допом у меня был вот этот жираф. И я еще подумала о значении, ну надо же, вот впечатление, что, извините за выражение, да, все через задницу. Вот он смотрит, он так вынулся. Ну, у меня других мыслей в этот момент не было. Вот. А еще я спросила, в чем вообще это будет выражаться. Вот. Что именно меня поразит. Что именно меня поразит больше всего. И мне колода дала вот эту вот милую, красивую тигричку. Да, леопардочку, леопердочку, как ее угодно можно называть. Такая милая, такая красивая, такие глазки. Я не могла понять. Итак, я приехала. Это был частный кабинет. Она на дому принимает у себя стоматолог. У нее, ну, красота неописуемая в квартире. И человек, вот, она очень красивая сама выглядит. Вот я когда увидела ее, я подумала, что она действительно похожа на эту карту. У нее такие же большие глаза. Она вот похожа на молоденькую кошечку. Но единственное, у меня ее голос напрягал. Так вот, выглядела она лет, наверное, ну, может быть, на 40. Это максимум. Мы разговаривали. Она меня усадила в стоматологическое кресло. Все, все разговариваю. Но она сказала, что у нее одно из правил, с учетом ее 50-летней практики, стоматолога, это не обезболивание, это отсутствие обезболивания для клиентов. Потому что она принимает у себя дна, зубы лечит, сама боится. Мало ли что-то случится с человеком, она не хочет рисковать и переживать. Я когда это услышала, у меня было выражение похлеще, чем жарапа. Я просто подумала, боже, в какую задницу я попала. Зачем мне это надо без обезболивания лечить зубы? Потому что она боится, и что якобы эта технология с обезболиванием уже устарела. И она снова повторила свои 50-летние практики. И я снова подумала, сколько же ей лет? А потом я спросила, говорю, 50-летняя практика, да вам же, говорю, не больше 40. Она говорит, нет, мне 73. Ну, после этого я вообще была в шоке. И мне стало понятно, почему у нее такой дрожащий голос. Почему у нее вот настолько он странный, хриплый. Думаю, может быть, человек заболел. То есть внешне она выглядит молоденьким тигреночком. А за этим молоденьким тигреночком скрывается уже совсем-совсем-совсем-совсем старая черепаха. Ну, будем так говорить. Ну, все бы хорошо, но я то, что обалдела, это не сказать ничего. И отдать себя в руки человека, который лечит любой зуб без обезболивания, еще и, как оказалось, по цене довольно-таки высокой, я была не готова. Вот такая вот получилась история. Очень красноречиво выпали эти карты. И, конечно, мне очень понравилось, как они работают. Хотя, конечно, не всегда у них все так позитивно. Они мне и на мою проблему показывали вот эту карту, давали. То есть бегемот, это лишний вес, нужно худеть, да. Давали такую мне карту, давали мне и, что на мне, допустим, ездят девятку, трев, да. То есть я даю возможность с собой попользоваться, где-то помогаю кому-то, там мне не надо. Ну и так далее. То есть реально очень-очень-очень много таких тонких-тонких значений. И вот задача ваша научиться их видеть. И не просто видеть, а обосновывать. И накладывать их на свои последующие. То есть этот способ, он не только для этой колоды хорош, да. Он для любой колоды пригоден. И самое главное, что можно на вот таких вот простеньких картах, которые мы совершенно доступны всем и каждому прекрасно работать, прекрасно гадать и получать интересные результаты. Но самое главное, я, наверное, еще парочку их куплю, чтобы все не скупили. Потому что я их прорекламирую, как обычно. А потом уже никто не найдет ни одну. Ну вот, это мне еще понравилась чин-карта. Вот такой вот праздник, да. Вот человек-клоун-праздник. Ну здесь трифовая семерка. В принципе, не особо оптимистичная карта. И опять же, можно подключать значение игралки. И плюс еще и значение оракула. То есть понимать, что это вынужденная радость. Что на самом деле ему не радостно, не весело. Что это праздник на заказ. Что это все делается ради шоу. Ну, к примеру, такой вариант. Вот. И разные-разные-разные можно выуживать значения. Вот это, допустим, при всем при том, что здесь они вроде бы как друзья, да. Лев и зебра, это, допустим, опасность будет. Все-таки зебра и лев в такой близкой близости. Это не всегда добром заканчивается. Ну, собственно говоря, как работать с этой колодой, вы поняли. Я желаю, чтобы эта колода вам поменьше преподносила вот таких вот карт, да. Поменьше, чтобы было все через попу, да. И чтобы было побольше положительных, позитивных. Вот у меня, допустим, из положительных, позитивных, сейчас покажу, какие хорошо себя показали. Вот счастливая белка, тузбубновый, хорошо себя показала. Потом у меня отлично показала себя карта. Вот это, вот это, вот хорошо. Сейчас, секундочку, вот это. То есть все друзья собрались радостно, весело и замечательно, да. Такая тусовочка. Их много всех. Ну, вы должны сами еще продумать. Может быть, у вас другие будут значения. Может, у вас эта зебра, ой, пардон, жираф будет символом чего-то хорошего. А карты, которые у меня означают хорошо и здорово, будут у вас чем-то негативным. Может быть, этот суслик или белка будут на какие-то вопросы сумасшествия упадать, да. Либо какое-то непонятного нервного проявления. Так что это уже зависит от вас. Вот такая колода вторая. Давно очень хотела это видео снять. Очень была загружена это время. Надеюсь, скоро новые ролики сделать. Интересные ролики. Практически, скажем так, на известные всем темы. Всем большое спасибо за внимание. До встречи. И пока.